Пам-пам-пам Всем привет! Сегодня говорим про плотность. Все мы знаем, что 1 килограмм камня имеет меньший объем, чем 1 килограмм воды. И тем более, меньше объем, чем 1 килограмм шерсти. Также мы знаем, что 1 литр воды имеет массу 1 килограмм. 2 литра воды 2 килограмма, 3 литра 3 килограмма и так далее. То есть масса увеличивается пропорционально объему. Чем больше объем, тем больше масса. Точно так же это работает и с другими веществами. Например, 1 литр нефти всегда имеет массу 0,8 килограмма. 2 литра 1,6 килограмма и так далее. А 1 литр золота имеет массу 19,3 килограмма. У каждого вещества есть характеристика, которая связывает объем и массу вещества. Причем 1 литр воды всегда имеет массу 1 килограмм. То есть эта характеристика не меняется со временем. Такую характеристику назвали плотностью. Плотность обозначают буквой ро. Формула для плотности – это масса разделить на объем. Смотрим по формуле. Единица измерения плотности – это 1 килограмм на метр в кубе. Масса делить на объем. И если плотность не меняется со временем, то было бы очень логично померить плотности для всех веществ и внести их в таблицу. Здесь есть плотности не для каждого вещества. Для тех, которых здесь нет, можно найти в интернете. В табличке, которую мы только что увидели, есть два столбца. Один столбец – это плотность в килограммах на метр в кубе. А второй столбец – это плотность в граммах на сантиметр в кубе. Давайте найдем связь между этими столбцами. Для этого переведем 1 грамм на сантиметр в кубе в килограммы на метр в кубе. Сначала переведем числитель. Добавили приставку «кило», умножили на 10 в минус третьей степени. Теперь уберем приставку «санти» из знаменателя. Приставка «санти» – это 10 в минус второй степени. Убрали приставку «санти». Не забываем, что у нас еще есть куб. Теперь будем это дело преобразовывать. Получилось, что 1 грамм на сантиметр в кубе в тысячу раз больше, чем килограмм на метр в кубе. Поэтому в столбце, где плотность приведена в граммах на сантиметр в кубе, значение в тысячу раз меньше, чем в столбце, где приведена плотность в килограммах на метр в кубе. Иначе можно сказать, что 1 килограмм на метр в кубе – это 0,001 от грамма на сантиметр в кубе. То есть, если в одном кубическом метре вещества содержится 1 килограмм этого вещества, то в одном кубическом сантиметре содержится 0,001 грамма этого же вещества. Сейчас решим пару задачек на плотность, но перед этим вспомним, как считается объем прямоугольного параллелепипеда. Спасибо. Давайте вспоминать. Прямоугольный параллелепипед – это фигура с шестью гранями, каждая из которых является прямоугольником. Выглядит она вот так. Для того, чтобы посчитать ее объем, нам необходимо будет знать длину трех ее ребер. Обычно эти длины мы называем длина, ширина и высота, а обозначаются они А, Б и С. Так вот, чтобы посчитать объем этого прямоугольного параллелепипеда, нам нужно будет перемножить все эти три стороны. То есть, объем равен А на Б на С. Вокруг нас довольно много прямоугольных параллелепипедов. Например, столешница или оконное стекло. Это точно такие же фигуры, но у них высота мала. То есть, они достаточно плоские, но все равно они являются прямоугольными параллелепипедами. Наши с вами телефоны по форме тоже примерно похожи. Самые обычные примеры это кирпич, коробка, комната или, например, деревянный брусок. Сейчас решим вот эту задачу. Будем искать массу оконного стекла, размеры которого мы знаем. Что у нас известно? Известна длина, ширина и толщина этого стекла. Я сразу все написал в метрах. 50 сантиметров это полметра, 3 миллиметра это 0,003 метра. Искать хотим массу. Итак, начнем с формулы для объема А на Б на С. Теперь применим формулу для плотности. А отсюда выразим массу. Масса это плотность умножить на объем. Давайте сюда наш объем и подставим. Получилось, что масса это произведение плотности на длину, ширину и толщину. Плотность стекла мы знаем из таблички. Подставляем и считаем. Плотность мы взяли в килограммах на метр в кубе. Потому что у нас здесь все в метрах. Посчитали, получилось примерно 5,6 килограмма. Пока он стирает доски, мы с вами решим еще одну задачу. Свинцовый брусок массой 1,5 килограмма имеет длину 10 сантиметров, ширину 6 сантиметров. Какова его толщина? Сначала запишем дано. У нас известна масса 1,5 килограмма. Мы ее напишем как 1500 грамм. Здесь удобнее будет работать в граммах. Известна длина 10 сантиметров, ширина 6 сантиметров, а нужно найти толщину. Если нам известна масса бруска и то, что брусок свинцовый, то мы с вами точно можем найти объем. Объем это масса разделить на плотность. А с другой стороны объем это А на Б на С. Тогда С это В делить на АБ. А объем мы подставим из предыдущей формулы. Получается М разделить на РО и все это разделить на АБ. Или иначе, это М разделить на РО АБ. Здесь все известно, подставляем и считаем. Масса свинца 1500 грамм делим на плотность 11,3 грамма на сантиметр в кубе и на 10 сантиметров и на 6 сантиметров. Итого получается 2,2 сантиметра. Готово. Так, с доски я стер. Теперь решаем следующую задачу. У нас есть два бруска. Известны их размеры. И про один из них известно, что он оловянный. Нужно найти плотность второго бруска. Запишем дано. Понятное дело, что не имеет смысла писать все три длины. Они все одинаковые для первого бруска. Для второго есть две только различные длины. А2 и Б2. Найти нам нужно опять-таки плотность второго вещества. Начнем с объемов. Для первого бруска объем это А1 в кубе. А1 на А1 на А1. Для второго это А2 на А2. То есть А2 в квадрате. И умножить на Б2. Вот это объемы. Мы их уже нашли. Теперь нам известно, что массы у этих брусков одинаковые. Давайте мы в это условие подставим формулы через плотность. И выразим отсюда плотность второго кубика. Так, теперь подставим сюда формулы для объемов. Вместо В1 я напишу А1 в кубе. А вместо В2 А2 в квадрате на Б2. Все, здесь все известно. Нужно только подставить числа и посчитать. Плотность в этом случае подставляем в граммах на сантиметр в кубе. Потому что здесь у нас везде сантиметры. Обратите внимание, что размерность тоже возводится в степень. И если мы посмотрим, то сантиметры в квадрате умножить на сантиметр. Здесь сантиметр в кубе. Вот с этими сантиметрами в кубе можно сократить. Все, теперь просто посчитаем. Получается 6,5 грамм на сантиметр в кубе. Все остальные размерности у нас сократились. Ответ 6,5 грамм на сантиметр в кубе. Либо можно было написать 6500 килограмм на метр в кубе. На этом закончим знакомство с плотностью. В следующих видео будем решать задачи повышенного и олимпиадного уровня сложности по этой теме. А сейчас всем большое спасибо, кто досмотрел до конца. Вы огромные молодцы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Ну а мы с вами не прощаемся.